Летят самолеты и танки горят. На полигон под Иркутском привезли оружие, военную технику и форму 40-х годов для реконструкции сражения под Прохоровкой. Подобные события не редкость для городов-героев страны. Традиционно к 9 мая 23 февраля энтузиасты возрождают сражения времен Великой Отечественной. А вот в Иркутске такое масштабное мероприятие прошло впервые. События приурочили к 74-летию со дня победы. В реконструкции участвовали более 200 человек. 12 июля 1943 года произошло одно из важнейших событий в истории Великой Отечественной войны. Именно тогда бойцы Красной Армии не дали захватить солдатам вермахта село Прохоровку. Спустя почти что 76 лет подвиг героев вспомнили и в Иркутске. И вспомнили не просто, а досконально. Организовали музей с экспозицией, посвященной битве. Участники и гости познакомились с военными атрибутами того времени. Многие зрители готовились к событию, перечитали учебники истории. Но основное внимание было приковано к людям, которые решили изучать историю не только в теории, но и на практике. На самом деле ощущения очень смешанные, потому что все очень реалистично, прям пропитано духом Великой Отечественной войны. Ну и конечно все очень нравится. Военные бывшими не бывают. И даже на ненастоящей битве выполняют приказы, которые не обсуждаются. Наша задача состояла в том, чтобы вынести знамя Победы, показать действительно это настоящая полная копия знамени того знамени, которое было одружено над Рейстагом. Автомобили того времени многие участники реставрируют для Парада Победы, который проходит на главной площади города. Ради такого события автомобили привезли и на Александровский тракт. Приехали показать, как говорится, людям, ребятишкам, что вот были такие автомобили в свое время. Что именно на них как бы наши деды и прадеды в свое время ездили. Как будто было это все вчера. Такое событие греет сердце ветеранам и детям войны. Сибиряки ковали победу и на фронтах, и в тылу. Посмотреть на реконструкцию сражения пришли и те, для кого война – личное прошлое. Кто помнит эти события. Сыночка, я видела воочию немцев, потому что они нас заняли, я видела. И видела их не коварство, это я все видела. И даже видела, когда евреев, сыночка, евреев прямо закапывали на глазах у детей. Постановка привлекла внимание множество жителей и гостей Иркутской области. В планах организаторов сделать события ежегодным. Ведь память о подвиге героев должна передаваться из поколения в поколение. И кто знает, может быть самые маленькие гости праздника в будущем реконструируют еще не одну битву. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас.